всем ребят всем привет меня зовут женя добро пожаловать на мой youtube канал я до сих пор пью порошочки выпьешь порошок а потом потеешь несколько часов и не помыться ничего потому что ты болеешь по крайней мере если я больная помоюсь мне потом еще хуже станет поэтому лучше не мыться в общем давайте поговорим с вами на тему просмотров я получила комментарий в котором написано было что кто-то очень сильно удивился что у меня мало просмотров хотя меня интересно смотреть я бы хотела поговорить на эту тему честно я скажу сразу что я конечно очень сильно стараюсь я очень сильно много вкладываюсь это буквально моя вторая работа и я хочу действительно получать отдачу хотя бы 500 600 просмотров на одном видео то есть мне много в принципе не надо то я смотрю у меня там временами 50 100 300 то есть как разношерстные просмотры может это из-за того что у меня видосы разные я не знаю почему в общем просмотры разные везде одно видео зарекомендовалось это моя косметичка на 2 и 2 тысяч просмотров и я вам скажу так что некоторые моменты не зависят только от вас конкретно от меня то есть я никогда не знаю какой видос и залетит никогда не знаю то есть вот я сняла этот видос про косметику буквально за 15 минут я даже не придумывала какой-то какой-то сюжет я не придумывала что буду говорить я просто поставила камеру села и начала разговаривать и этот видос который я вообще не планировала снимать залетел на две с половиной почти тысячу просмотров то есть реально те видосы которые я вот лично не планировала выпускать не планировала их снимать они у меня залетели а те видосы в которых я вкладываю душу время деньги даже они просто 50 100 просмотров и вот вот эту какую-то всемогущество надо убирать потому что вы не все сильны я не все сильно я не все сильно в алгоритмах к сожалению и это тоже конечно очень неприятно это очень обидно потому что хочется видеть какую-то отдачу и когда я смотрю например блогеров у которых ну я вижу монтаж не очень например да ну то есть где-то у меня уже наметан глаз где-то что где-то одним дублем например снимают да и у них там полторы по тысячи просмотров меня просто знаете какая злоба берет такая просто токсичность такая зависть типа какого хера я стараюсь а мне ничего не дают мне такого нету и я прекрасно понимаю что иногда бывают руки опускаются особенно когда смотришь там ну мне постоянно рекомендуются блин блогеры которые большие там у них по 50 тысяч просмотров по 30 по 15 и я со своими 466 подписчиками зачем мне такое показываете мне от этого только плохо становится я стараюсь сейчас находить блогеров которые как раз таки примерно со мной на одном уровне то есть я стараюсь находить девочек которые но у них тоже немного просмотров немного подписчиков но у них очень клёвый контент они мне как люди нравятся как они общаются как они себя ведут и на некоторые моменты я могу даже вообще не обращать внимание и вот эти люди как раз таки и меня мотивируют что что вот она жизнь реальная вот она реальная жизнь то есть когда мы видим уже конечный результат уже конечных каких-то давно снимающих блогеров у которых по 100 тысяч подписчиков по 50 конечно это просто большая пропасть и хочется просто себя как-то заметить и сказать да ну не буду я ничего делать я никогда не смогу как он там и так далее но когда я вижу реальных девочек у которых тоже такая же аналогичная ситуация мне становится как-то полегче то есть я начинаю понимать что это путь и не всегда это зависит от нас также я смотрю и мне очень нравится смотреть распаковки золотого яблока и в большинстве случаев там такие распаковки там на 50 на 70 тысяч на 100 и я такая удивляюсь как вы это делаете девочки как вы это делаете у вас что нет зубов вам не надо зубы лечить вам не надо в машину вкладывать деньги вам не надо за квартиру платить откуда блять вы находите столько денег ёб твою мать у меня распаковка золотого яблока максимум 5000 может быть все то есть там несколько продуктов может быть то есть не так много но все равно мне очень нравится смотреть это раз эти распаковки там где всякие кларансы или мисс эти вот такие люксовые бренды конечно хочется посмотреть на это все блять жарко пипец жарко пипец это потому что я попила но я понимаю что нет я еще не смогу долго такое себе покупать как минимум вот но из другой стороны знаете я смотрю эти распаковки только у тех девочек которые мне действительно нравятся то есть если я чувствую что я вижу девочку на распаковке и я от нее испытываю какие-то негативные эмоции наподобие злости раздражения зависти то я стараюсь сразу выключать этот видос и как-то себя лишний раз не дергать не травмировать я смотрю тех девочек которые мне действительно приятные и даже если они богатые у них богатые распаковки их их какое-то богатство меня не ранит вообще то есть я могу нормально это принять поэтому тоже лайфхак смотрите тех людей которые вам приятны которые вам нравятся давайте затенем тему шортсов я прекрасно понимаю что шортсы они продвигают видосы на ютубе то есть благодаря шортсам люди начинают смотреть меня переходить на канал telegram там и так далее но знаете я вот сегодня снимала шортс и этот шортс я снимала примерно так же как если бы я снимала горизонтальное видео вот с вами вот сейчас то есть время то одно и то же монтаж примерно один и тот же но там знаете там какая штука в горизонтальных видео я монтирую вот всякие вот эти штуки то есть я монтирую вот прогалы где чтобы вы лишний раз не смотрели мои пятиминутные простое просто пробелы в моей речи я отсматриваю и вот эти пробелы я вырезаю монтаж шортс это совсем другое там надо скорость увеличивать там надо увеличивать динамику громкость уменьшать громкость убирать добавлять всякие наложения музыку добавлять это все в секундах по секундам то есть как будто бы мне намного проще это делать если я поминутно это делаю там вырезаю так далее а когда это все по секунды на это действительно очень сложно это не просто я скажу вам я всегда удивляюсь людям которые в шортс еще рекламу умудряются делать вы как это делаете я просто в одну минуту не могу вложить все что я планировала показать вот например про макияж нюдовый я что-то в самом начале там расслабилась все все рассказывала и на конце мне вообще буквально доли секунды оставались на остальные на остальные продукты то есть надо действительно все делать как-то посекундно вымерять каждому продукту там по 10 секунд например да и это тоже действительно труд то есть я понимаю что очень тяжело будет вести и youtube горизонтальные видосы и youtube шортсы я теперь поэтому понимаю людей которые делают только шортсы или людей которые делают только горизонтальные видео потому что универсальность вот это очень сложная надо как-то успеть и там сделать и там сделать а это получается двойная работа и честно я пока не знаю что делать либо как-то попробовать унести эти два вот этих шортсы youtube либо пока что только на шортсы внимание уделить честно я не знаю у меня нет вариантов сейчас я не понимаю вот таксичу на протяжении 15 минут если у вас есть какие-то варианты может пожалуйста расскажите мне я не знаю честно пока что просто у меня приоритет больше на горизонтальные видео мне нравится длинные видео смотреть потому что я шортсы не очень люблю то есть я могу их посмотреть да но они мне кажутся какими-то такими легкими неглубокими а мне хочется что-то подольше посмотреть поэтому я приоритет ну снимаю такие длинные видео которые можно посмотреть покушать с ними пообщаться с ними там и так далее полежать посмотреть вот и поэтому надо как-то что-то придумать у повесили все-таки фон который максим мне подарил на день рождения мы повесили его на скотч в итоге но скоро приедет каркас поэтому мы его скоро зацепим на каркасе вот и я буду делать видосы на заднем фоне белого цвета в общем ребят пишите пожалуйста свои предложения как вы думаете что можно сделать в этой ситуации я пока не знаю я пока не знаю но как-то развиваться хочется наверное надо все-таки сделать приоритет шортсом но я не хочу сделать просто там реально очень сложно там очень сложно это надо переучиваться перри перепривыкать ладно всех люблю спасибо за просмотр всех люблю целую пока пока